Здравствуйте! В эфире новости на телеканале 7.7 TV, в студии Адана Самат. В начале выпуска, коротко о главном. Почему в социальных магазинах цены не отличаются от обычных? Для чего их открыли, если нет разницы? Жители улицы Кущини устали от плохих дорог и неустроенной инфраструктуры. Слышат ли их местные власти? В Таразе состоялась встреча с целью оказания социально-правовой помощи гражданам, состоящим на учете службы пробации, где приняли участие представители неправительственных организаций и руководители общественных фондов. На сегодняшний день существует большое количество помощи со стороны государства тем, кто нарушил закон и ответил за это. Кроме того, увеличивается количество добрых дел, инициированных добровольцами для оказания помощи осужденным. В департаменте уголовно-исполнительной системы Пажамовской области прошел форум, где были рассмотрены многочисленные вопросы, касающиеся осужденных лиц, и с помощью волонтеров были обсуждены вопросы о оказании социально-психологической и правовой помощи гражданам, состоящим на учете службы пробации. По словам главного гостя из города Ахтау, директора общественного фонда «Мы – люди, мы вместе», который функционирует 14 лет и имеет пять социальных магазинов в Мангастауском регионе. Они предоставляют бесплатное питание и одежду и сотрудничают с правоохранительными органами. В стране с 2012 года введена служба пробации. Цель – снижение уровня повторяемости преступлений. В ходе встречи приняли участие руководители неправительственных организаций «Меркель-Жангасая» и ассоциации «Самониен». В зале заседания Исполнительного комитета Жанбулской области проведена работа с общественным объединением. На встрече было обсуждено повышение уровня оказания социальной помощи гражданам, состоящим на учете службы пробации, то есть, в частности, помощь переводчика, подготовка документов для уязвимых слоёв населения. Проведена работа по оформлению инвалидности. Согласно постановлению правительства, вопросы трудоустройства и медицинского обслуживания лиц, подвергшихся наказанием, рассматриваются совместно с местными исполнительными органами. Данный вид деятельности включает в себя всех ранее осужденных, на сегодняшний день состоящих на учете. Цель мероприятия – оказание помощи в рамках закона освободившимся осужденным, а также предупреждение новых преступлений. Сегодня была проведена рабочая встреча с неправительственными организациями для оказания социально-правовой помощи под учетными лицами, состоящей на учете службы пробации, а именно трудоустройство, оформление инвалидности, юридическая консультация, получение или восстановление документов, психологическая помощь. По словам специалистов, в обязанности этой службы помимо надзора за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, входят и видооказания воспитательной, психологической и социально-правовой помощи. В связи с этим в центре внимания работа по исправлению действий правонарушителей, их воспитанию, разъяснению важности общественной жизни. В своем послании президент Касымжамар Токаев поручил правительству регулировать и стабилизировать цены на продукты питания. В настоящее время цены на продукты питания значительно выросли. В нашей области выросли цены на рис, масло, картофель, мясо. Рост цен на социально значимые товары бьет по карману населения. Поэтому очередей в социальные павильоны не наблюдается. На сегодняшний день в областном центре работают 16 социальных магазинов. Реализация закупленных продовольственных товаров производится по ценам ниже рыночных, утверждают специалисты. Перечень социально значимых продовольственных товаров состоит из 19 наименований. Мука пшеничная первого сорта, рожки, гречка, соль, картофель, морковь, лук, кефир, творог, молоко и т.д. В наших социальных магазинах картошка продается по 115 тенге, сахар по 220, рис по 240, одно яйцо по 30 тенге, литр растительного масла марки «Алтунмай» 560 тенге, 5 литров марки «Бастау» по 2800 тенге. Однако на полках социального магазина не всегда встретишь нужный продукт, жалуются тарасцы. В этом мы убедились лично сами. В социальном магазине 5-го микрорайона отсутствуют такие продукты, как рис, мука, растительное масло выше указанных марок. Однако в наличии имелось пятилитровое масло «Российское солнышко» по цене 3000 тенге. Хотя недавно его продавали по 2500. Откуда такое рекордное подорожание растительного масла, непонятно. Также, по словам жителей близлежащих домов, продавец, она же владелец данного социального магазина, временами на свое усмотрение может и поднять цены. В том числе и на социально значимые продовольственные товары. Они не раз сравнивали цены с социальным магазином на Кайкармете. Однако нести оттуда необходимые продукты тяжело и несправедливо, когда под носом у них имеется и свой социальный павильон. У тебя окорочка сколько стоит? 950. 950? Да, конечно. А сколько ты говорила? И по сколько мы брали? Как ты не слышишь? А ты чеки выдавай в таком случае? Тогда чеки выдавай. Ты что думаешь, самая умная, что ли? Все было дешево, когда открыли данный социальный павильон, когда его посетил Аким области Бердебек Сапарбаев. Как он переступил порог, цены все взлетели. Не вижу смысла ходить туда. Цены там, если не выше, то точно не ниже, чем в обычных магазинах. Просто одно название социальное. Такие социально значимые продукты, как картошка, капуста, лук, говорят, продаются по сниженным ценам. Ничего подобного. Сейчас, к примеру, на полках даже растительного масла нет. Хочется купить растительное масло по 560 тенге. Однако оно отсутствует. Продавец Хамеда говорит, что нет поставок. Сахар покупать тоже смысла нет. На человека положено лишь килограмм, а нас в семье пятеро. И на кого это хватит? Его тоже то есть, то нет. Раньше, чтобы купить яйца, здесь дрались. А теперь эти яйца никому не нужны. Везде они продаются по таким же ценам, как и в данном павильоне. На резкое повышение цен, по словам пресс-секретаря акционерного общества СПК «Тарас» Шамбулата Сейдуалиева, повлиял ряд факторов. Рост мировых цен на масло на 53,8%. Повышение закупочных цен на сырье. Сокращение у производителей запасов сырья урожая прошлого года. В Таразе имеется 16 торговых точек, предназначенных для удовлетворения потребностей малоимущих и многодетных семей. Так как сейчас сезон ягод и многие варят варенье, то за один раз можно купить не более полутора килограммов сахара. Но несмотря на это, люди, купив один раз, через какое-то время второй раз покупают его. Поэтому и дефицит. Нам сахар поставляют по 210 тенге. В неделю для всех павильонов в общей сложности выделяется 15 тонн сахара. Поставляем мы столько, сколько заказывает продавец. Определенного дележа по магазинам у нас нет. В Сапасе на нашем складе имеется 100 тонн сахара. Это хватит до осени. Сейчас государством ведется закуп социально значимых продуктов питания. В наших павильонах растительное масло продавалось по 480 тенге. Однако у нас закончился запас того дешевого растительного масла. Теперь оно другой марки продается по 560 тенге, а в остальных местах по 705. А в нашем фонде имеется 60 тонн растительного масла. Сегодняшние цены такие же, как и были осенью. Когда на рынках Казахстана морковь продавали по 700 тенге, мы продавали по 115-120. Стоит добавить, что поставка социально значимых продуктов происходит три раза в неделю по заказам самих продавцов социальных магазинов. Компания «Астахтранс» приступила к перевозкам казахстанского зерна в Китай. Для того, чтобы груз быстро и беспрепятственно доставлялся в нужную точку Поднебесной совместно с национальным перевозчиком Казахстан-Темаржолы разработана схема. Перевозки зерновых в составе контейнерных поездов. Теперь казахстанское зерно будет доставляться в Поднебесную в контейнерах с поездов-зерновозов в Сухом порту, расположенном в Алматинской области. Оно перегружается в контейнеры и отправляется к восточному соседу. Сейчас в пандемию, по словам специалистов, это самый безопасный метод доставки груза. Кроме Китая, компания «Астахтранс» налажена поставка зерновых грузов в страны Средней Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а также Европы. Компания «Астахтранс» основана в 2013 году. Общий вагонный парк в управлении предприятия составляет 6500 хопперов-зерновозов, что позволяет обеспечить перевозку до 6,5 миллиона тонн зерна в год. В 2020-м, несмотря на пандемию, акционерное общество «Астахтранс» бесперебойно обеспечивало перевозки зерна как по внутренним направлениям для отечественных мукомолов, так и на экспорт. Урожайность зерновых на полях Акмалинской области будет ниже обычного. Причина – засуха. Проливных дождей в области не было уже давно. В хозяйстве весной засеяли пшеницей 5000 гектаров пашни. Это самое лучшее поле. Да и оно не вселяет надежды на урожай. Всходы неважные и стебель короткий. За всё лето здесь не было ни одного дождя. Зерно начало спеть, и влага сейчас очень нужна. Из-за засухи нынче сильно страдают поля в Жаркоинском, Атбасарском и Жаксынском районах. Между тем, валовый сбор зерна в области ежегодно превышал 5 миллионов тонн. Состояние дорог в нашем регионе – одна из вечных проблем, вызывающая возмущение и жалобы горожан в том числе. Казалось бы, ежегодно немалые деньги уходят на их ремонт. Однако это мало что меняет. К примеру, на одной из центральных улиц Тараза, Кущеней, 4 года назад проводили подземные работы. И с тех пор перекопанные дороги оставили в неприглядном виде, сетуют жители. Приезжайте к нам, сами всё глазами увидите. Пригласили наших корреспондентов. Этот район областного центра и без того не отличавшийся благоустройством вызывает у местных жителей недовольство и постоянные нарекания. Это прежде всего перерытые дороги, которые по весне и осени размывают вместе с дождями. Года четыре назад здесь ремонтировали теплотрассу, потом наспех засыпали. Так с тех пор и тянется, жалуются люди. Ко всему здесь нет уличного освещения. В потёмках, особенно зимой, передвигаться и страшно, и неприятно. А дети ведь и здесь в школу ходят. Этой перерытой нашей улице уже четыре года. Когда меняли трубы для отопления, всё тогда здесь перерыли и бросили. Года два лежало всё. Только в прошлом году что-то зарыли, но не довели до конца. А здесь, как видите, и дети играют, и автомашины носятся. Пыль столбом стоит. Ни бельё не повесить, ни дышать невозможно. Другая беда местных жителей – это игровые площадки. Точнее, их отсутствие. Везде торчат какие-то провода, столбы, щиты. Приходили как-то электромонтёры, так сами чуть поток не попали, рассказывают соседи. А кто ответит за наших детей? Если не дай бог, что случится, вопрошают они. В этом доме, к примеру, проживают сплошь многодетные семьи и пенсионеры. Хоть и живём, считай, в центре города, а условий – никаких. Жалуются люди. Наш вопиющий глаз никто не слышит. Живём в постоянном страхе за свои жизни и жизни своих детей. Колодцы, как видите, зияют кругом дырами. Детям нашим и играть-то негде, по сути. Куда им деваться? Не дома же сидеть целыми днями. Мы же не в чужой стране живём, а в своём родном Казахстане. Пусть власти о нас вспомнят и помогут нам. Сколько терпеть такое равнодушие властей. Футбольное поле нам сделать, чтобы дети не в пыли играли. Люди просят местные власти обратить на них хоть какое-то внимание и решить их проблемы, насколько это возможно. Все проживающие здесь в основном люди пожилого возраста, со слабым здоровьем. Такси к нам не ездят. Говорят, плохие дороги. Скорая еле соглашается. Как нам жить и дальше? Как люди адекватные, мы отправились в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. Спешащих на помощь отыскать нам не удалось. Никого из ответственных специалистов на месте не было. Похоже, хорошие дороги жителям улицы Кущене не дождаться в скором времени. Глотать пыль и прочие неудобства терпеть придется еще долго. Туризм в Балхаши набирает опороты. Ежегодно город посещают более 80 тысяч отдыхающих. Какие условия для них создаются и как отдыхают в карантин? Об этом в следующем сюжете. Балхаш привлекает не только отдыхающих, но и специалистов в сфере туризма. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в городе создаются все условия для развития туристического кластера. В этом году на озеро приехали отдохнуть около 9 тысяч человек. Туристический кластер развивается из года в год. Желающих посетить озеро хватает. Сюда не только из Казахстана едут. Приезжают и из соседних стран. Например, Россия, Киргизстан. Благодаря этому хорошо развивается сфера услуг, сервис. Сейчас в период карантина само побережье не работает. Можно только купаться. Развивается туризм, а значит, развивается и предпринимательство. На сегодняшний день на побережье озера Балхаши расположены 9 зон отдыха. Все они хорошо оборудованы и отвечают всем современным требованиям. К примеру, у базы отдыха Барковская. По словам администрации, для людей здесь создаются все условия, да и сами туристы качеством обслуживания довольны. Мы соблюдаем все санитарные меры. Мы проходим все через программу ОШИК. При входе сначала проверяем статус по ОШИКу. Измеряем температуру, соблюдаем дистанцию. Также у нас всегда проходит 3 раза в день, получается, уборка. Все обязательно, везде у нас есть антисептик. Шезлонги, бассейн, мы все обрабатываем. Тоже в помещении у нас в каждом 3 раза в день кварцевание, получается. Желающих отдохнуть не уменьшается даже в карантин. По словам самих туристов, про санитарные нормы они не забывают. Стараются соблюдать дистанцию. Ну, вообще, очень нравится. Приезжаем не один год сюда. В общем, Балхаш процветает. Не в то время, когда мы приезжали сюда на соревнования, в 2000-х, когда не было вообще ничего здесь. Поэтому все на высшем уровне. Будем приезжать и будем делать так, чтобы люди сюда приезжали, чтобы узнавали Балхаш. Я из Нур-Султана. Мы приехали впервые. Привезли своих деток со своей сестренкой. Деткам нашим у сестренки сыночек 6 лет. Моему завтра исполняется юбилей 10 лет. Мы приехали сюда, день рождения. Хотим, ну, так получилось просто. Вот, впервые на Балхаше. Слышали всегда об этом сказочном озере. Много читали и детям своим рассказывали. И вот было непростительно, чтобы не увидеть. Чтобы туристы смогли комфортно добираться до зоны отдыха, в рамках дорожной карты занятости произвели средний ремонт дорог. Привели в порядок автомагистрали до Торангалыка. Дорожное полотно внутри поселков Торангалык и Чубар-Тюбек, а также в районе бухты Бертыс. Надо сказать, что в планах у местных предпринимателей поднять сервис обслуживания и построить еще 9 баз отдыха. Балхашцы в следующем году ожидают наплыв столичных и российских гостей, так как завершится капитальное строительство четырехполосного автобана «Караганда-Балхаш». Кулюш Умурзакова, Кирилл Васильев, 7.7 Ньюс. КСК не выполняют свои обязанности. Негодуют жители одной из многоэтажек города Усть-Каменогорска. Жильцы сами не проявляют никакой инициативы, отвечают представители КСК. Недопонимание возникло на очередной встрече жителей дома 82-1 по улице Казахстан с представителем ответственной организации. Попытки плодотворного сотрудничества с КСК ответственным за тот или иной дом – больная тема для жителей городских многоэтажек. На очередном собрании с представителем ответственной организации жильцами был озвучен ряд жалоб. Разбросанные за домом бутылки шприцы, которые не просто эстетически неприятны, но даже опасны. Бездомные, почему-то принимающие двор за отличное место для ночлега. Электрические щиты и проводки в непригодном состоянии. Установленное без согласия жителей на крыше дома антенна – всё это стало поводом для массового возмущения. Активная деятельность жильцов началась буквально с мая месяца этого года. Поднялся вопрос о ремонтах подъезда, о парковочных местах, о благоустройстве дворовой площадки. Им было всё объяснено, что необходимо брать аренду земли, оформлять протокол. До сегодняшнего дня, в принципе, за данными документами, до сих пор жильцов тоже никто не подошёл. Также жители изрядно волнуют вопрос того, что они не имеют возможности ознакомиться с отчётом о расходе выделенных денежных средств. К сожалению, электрические щиты на каждых этажах находятся в неудовлетворительном состоянии. По разграничению ответственности между КСК и жильцами, КСК за свою долю ответственности никак не отвечает, никаких мер не принимает. Проводка сделана ненормативным способом. Шахты, где проложены электрические линии, не закрыты, не защищены от сквозного прогорания. Там должно быть специальное уплотнение, чтобы пламя не распространялось. Об этом даже и говорить нечего. Не решаются элементарные вещи. Перед публикой, как говорится, трясти несколькими листочками непонятно с чем, это не отчёт по тому, как тратится и насколько эффективно тратится, и как оценивается трата денежных средств. Поэтому это тоже считаю просто безобразие. Дин Шашляков парирует тем, что у самих жильцов нет слаженности в претензиях и намерениях относительно благоустройства своего дома и двора. Большинство из них просто закрывают двери. Их не интересует происходящее во дворе и подъезде, говорит он. Здесь отремонтированы все подъезды практически. Вот один подъезд у нас остался. Плюс подготовка дома к зиме постоянная, уборка территории, вывоз мусора был организованный. Работы проводятся ежедневно какие-то, то есть по заявкам. По ремонту крыши, получается, жильцам, сейчас я уже, как было говорено, мы посчитаем сейчас все затраты на текущие работы, то есть это установка забора с дверью, скос травы, деревьев, спил деревьев за дом. И то, что на остатке останется, это КСК сможет выделить им на ремонт. Всё остальное жильцам необходимо будет собирать собственными силами. Относительно антенны на крыше дома, которые, по мнению жильцов, пагубно влияют на состояние их здоровья, в КСК ответили, будет демонтировано до конца текущего месяца. Кулеш Умурзакова, Карина Мурадова, 7.7 Ньюс. Японка Мамиди Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине стрит. Спортсменка по итогам соревнований набрала 15,26 балла. Второй стала 13-летняя бразильянка Райса Лил. Третья 16-летняя японка Фуна Накаяма. Ниссия принесла сборной Японии шестую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Она выиграла золото в возрасте 13 лет и 330 дней, став третьей в списке самых молодых чемпионов Олимпийских игр. Рекорд принадлежит американке Марджори Гистринг. Выигравший олимпийское золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на играх 1936 года в Берлине. Второе место в списке занимает немец Клаус Зерта, победивший в академической гребле в парнотвойках на Олимпиаде 1960 года в Риме. Скейтбординг дебютирует в программе «Игр на Олимпиаде» в Токио. Решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. В Токио продолжаются соревнования. Ислам Бузбаев, выступая в весовой категории, до 9-10 килограмм не смог одержать победу над соперником из Азербайджана Мамадали Мехтиевы. Таким образом, команда Казахстана под дзюдо завершила Олимпиаду в Токио с одной бронзовой медалью. Ее в актив сборной принес Ельдос Сметов. Вы смотрели новости на телеканале 7.7 ТВ. Мы рассказали о главных событиях сегодняшнего дня. Успехов вам! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok